Вообще тренерская работа, как я уже сказал, это очень серьезный, кропотливый, каждодневный труд. Ну в них ноги раздувались, штангисты, они там вот такие, ну может быть в приседаниях прибавляли. А классику вообще делать не могли. Вообще ничего. Надо тренировать не мышцы, а организм человека, и для человека. Со всеми видами подготовки, начиная от технической, тактической, физической, психологической и прочего. Это комплекс. Я тебе больше скажу по поводу развития вот этих мышц. Был такой, они, кстати, упоминают, был такой завкафедрый Коц, Яков Михайлович. И в его время, бытность, когда он был заведующей кафедрой, очень сильно стала развиваться электромиостимуляция. Да, слышал такую вещь. Ну естественно, на ком экспериментировали? На штангиста. Потому что, ну как бы, силовые показатели, как меняется, как чего. Мышцы достаточно подготовлены, тренированы, да. Ну, кстати, экспериментировали не только на штангисте. А как это происходило, интересно? А у нас, кстати, на Кайфе даже где-то был этот прибор, этот симуляция. Ну, два электрода прикреплялись к месту прикрепления, и к месту, вернее, к месту начала, и к месту, там, четырехглавный, допустим. Вот опять, к чему это, я говорю, почему у меня вот это все. Ну, у них ноги раздувались, у штангиста, да, они там вот такие. Ну, может быть, в приседаниях там прибавляли. А классику вообще делать не могли. Вообще ничего. Понимаешь? То есть, и от этого отказались. Потому что, опять же, развивая силу отдельных мышц, ее надо собрать еще в это все. А когда ты делаешь силосное движение, это невозможно сделать. Вообще невозможно. Вот. И еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание, вот там, звучало, что вот там, в советское время никакой там научного подхода не было, ничего не было. Ну, вот я тебе про диссертации сказал. Вот Алексея Сидоровича, ну, то, что тут я, допустим, знаю, да, там, было комплексно-научная группа, которая состояла из наших аспирантов. Значит, два аспиранта. Один сейчас в Казахстане доктор наук, работает со сборной Казахстана. Второй азербайджанин, замминистра спорта. Вот. Было еще из Ниивка, Слава Иванович Леликов, Миша Васильев и Гисин, которые отвечали за нагрузку, там, за все вот эти дела. Ну, Миша за запись отвечал, там, вот это все. А вот эти два аспиранта, они отвечали за биомеханику. То есть, каждый день, каждый день они снимали, одевая на спортсменов, это сборная команда, одевая на спортсменов сбрую, так мы называли ее, да, это что такое сбруя, это конструкция. С датчиками, да? Да, да, это гониометры, это измеряет углы в суставах, это электромиограмма, это мышечный потенциал измеряется, да. Ну, они немного брали, вот они брали, там, по-моему, 5 или 6 мышечных групп, ну, основные. Четырехуглавые, двуглавые, голеностоп, икроножные, вернее, длиннейшие мышцы спины, трапеция, ну, и, по-моему, руки, руки они, по-моему, не трогали уже. Ну, вот, это, хотя у Лукашова Сан Саныча, у него было 12 мышечных групп, вот, в этом комплексном итоге. Ну, потом у нас все-таки меньше, 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 уже малость, ну, потому что особо, там, не показательно было. Вот. И каждый день они, всех спортсменов прогоняли вот по этой методике. С подсчетом нагрузки, со всеми этими делами, там, ты понимаешь, да. То есть, вот, потом садились, это не как сейчас, вот у нас, это, с Олега 2012, да, мы сняли, там, на видеокамеру, как вот у тебя, да, и через полторы минуты у нас все данные там есть. А они садились, там был оциллограф, который записывал вот эту ленту, вот такими, видимо, катками, и все надо было разогнуть, ну, как, ну, такой жаргон, да, вот эти кривульки надо было все оцифровать, свести в таблицу, по всем параметрам. А параметров там были, усиленно, опору в разные, там, эти самые, фазовый состав разбить, длительность фаз, там, углы в суставах разные, разные фазы движения. То есть, это колоссальные, они ночами, там, у этого Ваня, моего друга, у него один нос остался, он, несмотря на то, что жили в Подольске, кормежка и все. Понимаешь, они сутками работали. И вместе с ними сидел Сидович практически все время, и днем, и ночью. Очень интересные подробности, оказывается, колоссальные работы проводили. Говорить о том, что только за счет, вот, это потом все перевернулось, да, когда вот этого ничего не стало, и люди, ну, я не знаю, знаешь, что это, да, концепция, там, одного из наших главных тренеров говорит, дайте нам препаратик, подпишите схемку, и мы будем тренироваться в подвале или на улице. А тогда такого просто быть не могло. Вот, чтобы люди понимали, это очень серьезная, вообще тренерская работа, как я уже сказал, это очень серьезный, кропотливый, каждодневный труд, вот, который, еще раз говорю, заключается не в том, что ты в зале пришел, когда смотришь, когда не смотришь, а ты должен каждый день анализировать все, что с твоим учеником происходит. Тогда это дает результат, тогда ты понимаешь, куда ты его ведешь, вот, и, опять же, ну, для тренера сложно, там, какую-то биохимию взять, там, еще что-то взять, ну, я имею в виду рядового тренера, который работает в зале, поэтому это его только вот профессиональная деятельность, это подсчет, анализ, 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 еще раз, анализ той нагрузки, которая постоянно предлагается, и чисто педагогические какие-то тесты, которые он может, там, ну, там, прыжок по балаку, в конце концов, ну, или там, то, что мы делаем, там, приседания, жимы, там, еще что-то, рывок, полуприсед, например, да, то есть, ну, каждый тренер должен быть свой инструментарий, с помощью которого он может управлять этим тренировочным процессом. Если он не может им управлять, то это все в темную, в холостую, и, как вот, как Бог на душу положит, вот и все. Значит, я очень хорошо сдал Виктора Николаевича Силуянова, очень хорошо, так же, как Сергей Константиновича Сарсаня, ну, там, не буду, там, у меня, у меня с ним очень теплые, хорошие отношения. Да, конечно, конечно, очень, да, очень тепло и хорошо отношусь и очень люблю, ну, вот, понимаешь, Виктор Николаевич, он ученый, великий, но, к сожалению, он кабинетный такой, лабораторный ученый, понимаешь, и вот один раз у меня был такой момент, я пришел к нему в лабораторию, не один, там, ну, со своим коллегой, у них там стоял станок для жима лежа, скамейка, ну, и Виктор Николаевич такой, весь воодушеленный, говорит, Виталик, вот, я там жал 110, вернее, 90 кг, вот, меня новую методику придумал, там, туда-сюда, я вот, и пожал 110, я говорю, Виктор Николаевич, я вас поздравляю, вы молодец, но, только вы не обижайтесь, я вам одну вещь скажу, он говорит, ну, давай, вы знаете, вот, я сейчас любого пьяницу с улицы приведу, вы, говорю, когда-нибудь занимались, он говорит, нет, вот, я вот так, вот, так начал, вот, любого пьяницу, говорю, приведу с улицы, и он через месяц, ну, будет, жал, там, будет, там, 80, пожмет, 100, там, или 110, понимаете, через месяц, там, или через два, вот, если вы жали 200, занимаясь лет 10, а потом пожали 210, изменив, там, что-то в своей, там, методике, я вам пожал руку и на колени, бы, перерезай на стол, вот так, Ну, ну, да, ну, может, обиделся, может, ну, вот, Саш, ты же понимаешь, да, что такое, вот, что бы ты ни делал, ты в зал приходишь, да, там, не за того, что у тебя, там, миофибрил, у тебя ничего не растет, первые полгода вообще ничего не растет, ни у кого, только за счет нервных, нервно-мышечных связей, за счет вот этой вот вещи, которая у тебя образуется, образуется просто, как бы, движение, формируется движение, и за счет этого идет рост. Вот, и еще раз тебе говорю, я за биологию, за физиологию, за, вот, значит, ну, когда там человек говорит, что вот эти самые тренировались болгари по законам биологии, для меня непонятно, я уже тебе рассказал, да, какие там, какие законы биологии, ну, в Фросиме не попались и уехали, вот, а понятное дело, что человек рождается, человек начинается, это уже законы биологии действия, ты подошел к штанге, взялся за гриф, это уже законы биологии, я тебе, кстати, еще одну интересную вещь не рассказал, у Юрия Витальевича был аспирант, очень хороший парень, из Краснодара, и у нас здесь в свое время, вот, это училище олимпийское, УОР номер один, оно было тогда, называлось интернат номер девять, про интернат номер девять, в советское время, и они тренировались здесь, у них базы здесь, ну, как бы не было там зала, они сюда приезжали, на автобусе привозили, и вот этот аспирант, он, у него тема диссертации была, как раз вот связана с влиянием нагрузки на изменение состава крови, вот представь, это когда было? Это конец 80-х годов, 87-й, 88-й, 89-й, может 90-й, чуть-чуть, вот, и он над ребятами просто издевался, то есть сидела медсестра, поскольку он сам, у него медицинское образование не было, они приезжают на тренировку, приходят, берут кровь, размялись, берут кровь, подход сделали, берут кровь, до подхода, после подхода, у них все пальцы были исколоты, все были, это тогда тренер был Сергей Викторович Юдин здесь, вот, в Оре, ну, я не знаю, может, ты знаешь, у него там много было народу, но вот один такой достаточно сильный, это Сашка Волков, который международника сделал, вот у него, ну, это еще в 90-е годы, вот, международником стал, такой прекрасный парень, классный, штангист хороший, вот, вот, и вот этот материал, к сожалению, Серега апробацию прошел, ну, потом ушел, тогда союз развалился, и никому эти науки была не нужна, и он занялся бизнесом, вот, Юрий Витальевич ушел в кафедру сначала во ВНИИВК, потом уехал в Италию, все с собой забрал, и где этот материал, никто не знает, не опубликовал ничего, но это был вот колоссальный материал, который, где найти неизвестно, хорошо, вот они делают тогда это, то есть Юрий Витальевич понимал, что надо, так, смотри, повторил, допустим, Саш, ну, это очень тяжело, я тебе говорю, что это, это, ну, в рамках чьей-то работы, какого-то специалиста, приставь и пальцы тебе колоть, пальцы перед каждым, перед каждым, после каждого подхода, знаешь, какой-то объем, вот, просто хотя бы, эти, баночек, скляночек, чтобы их там растаять, там, хотя бы одного человека сделать, сколько нужно, там, безумная, просто, это уникальная вещь, но вот, к сожалению, она, и я на апробации не присутствовал, я даже не помню, не знаю, даже не знаю, не то, что не помню, не знаю, о чем они говорили, о чем, он на апробацию прошел, но вот, к сожалению, до защиты дела не дошло, поэтому нет, ни автореферата, ни диссертации, ничего нет, работа уникальная, поэтому тут, все равно, вот мы с тобой возвращаемся к чему, что бы вы ни делали, какую биохимию, там, еще что-то, вот упражнение, как оно влияет, не просто развитие отдельных мышц, вот, я тебе пример привел со своими, там, учениками-штангистами, которые проеборцами стали, тебе пример привел со штангистами по поводу, вот, электростимуляции мышечной, не работает это, к сожалению, движение, организация движения, это очень сложный процесс, и сводить это просто к тому, что надо, вот, мышцы увеличить, там, или количество миофибридов, да, это понятно, я тебе говорю, это знали еще, ну, я тебе могу сказать, вот, как своим ученикам говорю, что, вот, как появился человек, да, ну, типа, разумно, да, 50 тысяч лет назад, там, 100 тысяч лет назад, то, разное, вот, так и появились комплексы вот этих упражнений, то есть ему все равно приходилось развивать свою мышечную силу, потому что по-другому нельзя, только раньше он делал, там, с коспи-мамонтом, или с каким-нибудь камнем, или, как этот, носил, там, бычка, помнишь, это самое, на Крите, там, вот, с бычком, в конце концов, а сейчас это красивые штанги, красивые гантельки, красивые тренажеры. Так все-таки, вот, допустим, предположить, например, два спортсмена, два мастера спорта, один, например, будет тренироваться, как болгары, а другой выберет путь в советской системе, вот, по плану Медведева. Все-таки, какой путь у этих спортсменов, ну, что ожидать от одного и от другого? Саша. Или они оба станут все-таки вырослым? Саша, вы, ты опять, вот этот посыл неправильный, что значит болгары, как болгары, что значит СМС. Я имею в виду число, как болгары. Там, ну, во-первых, болгары, еще раз тебе говорю, болгары, вы до конца, никто из нас... Согласен. Не знает, как там, что происходило. И то, что они там говорили, это совершенно никакого отношения не имеет вообще к действительности. Я тебе больше скажу. У нас вместе с китайцем был еще и болгарин аспирант, который тоже защитил диссертацию. Вот. И тоже мы у него спрашивали, а как вот у вас там это вот, это самое... Он говорит, ну, вот мы делаем меньше тяг и приседаний. Я говорю, что вообще никогда их не делаете? Нет. Вот. Только вот когда непосредственно подготовка соревнований. То есть я тебе говорю, болгарская... Ну, это не система, это подход отличается только тем, что их натаскивали, просто натаскивали конкретно на результат. Понимаешь? То есть для того, чтобы движение было отработано до автоматизма, его надо делать, 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 повторять, 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 до истерики. Поэтому они работали как автоматы, как машины, как роботы. Понимаешь? Вот. Но это не говорить, что это болгарская система, это подход такой. Потому что у них другого, плюс еще вот эти все вот эти вещи, которые позволяли им восстанавливаться. Поэтому что значит болгарский подход, что значит советский подход? Еще раз тебе говорю, творчество тренера должно быть. Тренер должен четко чувствовать своего человека. Понимаешь? Ты можешь, вот как ты говоришь, ты можешь одного поставить так, другого так. Один будет прогрессировать, другой нет. Понимаешь? Потом ты поменяешь их местами, этот запрогрессирует опять, а тот опять не будет прогрессировать. Ну, поменяешь ему этот подход. Может и такое произойти. Но есть такое понятие в теории и методике физической культуры, как морфофункциональная специализация. Это первое. Это вот вид спорта, он определяет, ну как это сказать, функционирование организма. То есть начиная от высшей нервной деятельности, заканчивая нервно-мышечной системой. И любыми другими, и все системы. То есть мы с тобой к чему приходим, что надо тренировать не мышцы, а организм человека или человека. Понимаешь? Со всеми видами подготовки. Начиная от технической, тактической, физической, психологической и прочего-прочего. Это комплекс. Вот. А тренировать одну мышцу, ну смысла нет. Это во-первых. Это вот вид спорта определяет морфофункциональную специализацию организма, да? То есть вот, похоже там, допустим, штангист и метатель. Но если глубже немножко копнуть, они совершенно разные. То же самое, как трейборец и штангист, да? Вроде и там, и там штангу поднимаем. Но там условия другие, потому что там нет лимита времени, да? Там нет взрывной работы, чисто силовая работа. Там нет требования координации, там нет требования к скорости, там к лимиту. Ну, времени нет. Поэтому немножко другой, как бы, развитие получает организм. Вот. И быстрее прогрессируют они. Потому что чисто динамическая работа, она всегда дает больше, так скажем, результатов. А второй момент – это зависимость от этапа подготовки, смена средств и методов тренировки. То есть это принципиально важно. У нас об этом никто не помнит, никто не знает. Или не знает, или забыли. То есть вот организм, особенно на высоком уровне мастерства, то есть это уровень сборной, мастер-спортно-мажерного класса, он должен четко понимать, или должны четко предлагать ему разные средства и методы, чтобы усилить этот эффект. Он, вот как они, вот эта вот спортивная адаптология, я до сих пор не понимаю, что это означает, вот это название, понимаешь? Для меня это вот загадка. Что такое спортивная адаптология? Я не понимаю. То есть организм адаптируется, я понимаю, что организм адаптируется к той или иной нагрузке. Если он адаптируется, значит прогресса нет. Для того, чтобы куда-то перевести на другую, надо какую-то стрессовую нагрузку. Чтобы он всплеск какой-то был. И организм в целом, не мышца отдельная. А тут связано все полностью, все системы. Я говорю, высшая нервная деятельность, дыхательность, речесосудистая, пищеварительная система, выделительная система, гормональная система, что очень важно. И ты тренируешь организм. Вы сейчас затронули лифтеров, да? Мирошников уже у вас работает, да? Нет. У вас? Никогда не работал здесь, на кафедре. Не-не, не на кафедре в институте. А в институте, да, он на кафедре спортнице работает. Да-да, просто вот я как-то смотрел его видео, и он не один раз уже не очень лестно высказывался про пауэрлифтеров. Что типа это не вид спорта, что можно всю жизнь бухать, с понедельника начать жимлежа и приседания, а к воскресенью уже мастер спорта упал. Причем он общается с Волковым, который бывший штангист, и очень странно, что тот им не вправит мозги. Значит, Саша, я Мирошникова плохо знаю, понимаешь, вот, ну, всякие люди пиарятся там на каких-то глупостях, наверное, ну, может быть, ему это нравится. То, что касается Васи Волкова, да, это мой ученик, вот, я его чуть не выгнал, потому что он двоечником был. Он вдруг решил там наукой заниматься, он прекрасно знает, я его очень люблю, он классный парень, ну, вот, ну, бывают такие метаморфозы в жизни, понимаешь, ну, что тут сделаешь. А то, что глупости люди говорят, ну, никто, как бы, от этого не застрахован, обидно, что говорит глупость человек, который все-таки имеет какую-то ученую степень, не в таком диком восторге, там, от того же, там, силового троеборья, понимаешь, там, ну, хотя я понимаю, что это вид спорта, это, ну, тут, знаешь, как надо сказать, наверное, вот, как говорил Алексей Сидорович, когда его спрашивали, а как вы относитесь к женской тяжелатлетике? Он говорит, ну, как я отношусь к женской, ну, понятно, конечно, что отрицательно, но, но, женщины занимаются тяжелатлетикой, им это нравится, наверное, и наша задача сделать так, чтобы они нанесли как можно меньше вред своему здоровью, то есть философски. Очень интересная, кстати. Да, очень интересная мысль для этой игры. Это Алексей Сидорович, дословно. Вот, поэтому тоже самое троих бой. Занимаются люди, другое дело, я не понимаю, там, когда они начинают присылать мастеров спорта, там, на подъем, на бицепс, там, понимаешь, или, там, на жим лежа, то есть, вот, понятно, да, что легкая атлетика, да, есть мастер спорта по легкой атлетике, хотя он может выполнить это в прыжках, в длину, например, да, но там движение какое, такая организация, а здесь жим лежа. Ну, для меня это странновато. Мы даже до этого не опустились, там, мастер спорта в рывке, мастер спорта в толчке, мастер спорта там еще какой-то, понимаешь, есть виды спорта традиционные, которые, но это тут вина, конечно, не тех людей, которые это делают, это вина того учреждения, которое отвечает за спорт, физическую культуру в стране, ну, как бы, нет людей, которые скажут, нет, ребята, вы что творите-то, какие мастера спорты-то подъемы на бицепс. В этом плане даже спорт выглядит на многое, потому что там единоборство, это, хотя они немножко ограничены там движениями, да, там руки, вот, но это тактика, это борьба, это психология, это все, что присуще там чему угодно, в любом каком угодно спорту. Пусть одна, как говорил, ректор Михайлович Игумен, говорит, эти потекушеньки, говорит, мне надоели, ну, он завкастер борьбы был, ректор наш, ну, давно уже, вот. У меня свое мнение там о бодибилове, допустим, да, я вот чисто как специалистом, или там, как назвать, специалист, не специалист, я не понимаю, да, почему это спортом называется. Я не понимаю, потому что система подготовки и система соревнований должно соответствовать друг другу, да, есть система подготовки, есть система соревнований. Там совершенно не соответствует. Готовят они одно делают, а на соревнованиях выступают делать совершенно другое. И оценивают их совершенно по-другому. То есть соревновательность в том, в чем, у кого больше бицепс, ну там какие-то свои там нюансы есть, понимаешь, которые очень субъективны. Поэтому для меня это не является видом спорта. В том классическом понимании, как я это привык понимать. Продолжение следует...